Я работаю в сельхотеле, занимаюсь DNS-ом, скользящим DNS и, соответственно, рекурсивно кэширующим внутри наших дата-центров для обслуживания клиентов, точнее, витойных машин, наших клиентов, дедиков и всего сопротивления. Все про DNS. Все знакомые системы DNS? Все знают, как это работает? Давайте поднимем руки те, кто знает, в чем разница между кэширующим DNS-сервером и авторитетом. Остальные не знают разницы. Охренеть! Окей, давайте немножечко тогда вкратце. Про домены все слышали? Все знают, кто такие домены, да? Спасибо. Соответственно, ваши компьютеры общаются с рекурсивными кэширующими DNS-серверами, которые делают всю грязную работу за клиентов. Что они делают? Они ходят к авторитетным серверам имен по некой иерархии под корнем и дальше по уровню домены от зоны. Корень, зона ру и, например, selectel.ru. За зону отвечают авторитетные серверы зоны ру. За зону selectel.ru отвечают авторитетные серверы зоны selectel.ru. Но он может отвечать еще за много-много-много-много других зон. И об этом мой рассказ. Собственно, все вы, те, кто знаком с DNS-серверами, наверняка слышали про BIM. И если как только пытаешься что-нибудь прочитать про DNS, сразу всплывает DNS-сервер BIM, его настройка, как его потюнинговать, как настроить то, как настроить это. Обязательно сразу всплывает файл зон. И очень часто на этом все заканчивается обучение DNS-у. На самом деле, файловый зон – это хорошо, но все эти данные могут храниться в совершенно другом формате. Соответственно, как работает PowerDNS? Авторитетный сервер. Хотя, в общем-то, рекурсивный сервер, кэширующие, работают очень похоже. Итак, у нас приходит пакет из интернета откуда-то. DNS работает по протоколу UDP в большинстве случаев, хотя он может переключаться иногда на TCP. Разница между TCP и UDP? Все знают? Поднимите руки. Поднимите руки. Ну что? Не знаете? Поднимайте. Не знаете, что ли пакет заход? Да. У нас приходит пакет, его нужно обработать. На входе у PowerDNS есть так называемый Pocket Handler, отдельный процесс, хотя их может быть несколько процессов. обрабатывают входящий пакет. Что он делает? Он проверяет валидность пакета, что это не какое-то говно нам сыпется, извините за слово говно. И проверяет, что он ничего не может нам сломать, что он валидный. И передает следующему процессу такой... Разработчики PowerDNS не очень относительно к русскому языку его назвали. Это по-немецки «Надо Бэкент» переводится. Вот. Да, да. Но по-русски это как-то странно. Выглядит, когда видишь первый раз. Вот. Что делает этот компонент? Он распределяет запросы дальше к базам данных. К следующим бэкендам у PowerDNS может быть несколько бэкендов. Конкретно я их рассмотрю позже. И он последовательно через зависимость от количества настроенных бэкендов передает этот запрос, но уже полностью свалидированный. Передает запрос на «Расскажи мне про А-запись для зоны example.com», например. Бэкенд ищет в своей базе данных. Если находит, выдает соответственно информацию, не находит, говорит «Извини, я про это ничего не знаю». Дальше разбирайся с этим сам. Вот. В зависимости от этого ответа бэкенд принимает решение, что передать в пэкенд-кендарь, либо, соответственно, полученные данные, либо говорит «Извини, данных нет». И на выходе генерируется, как правило, в зависимости от версии, как правило, статус NX-дамей. И это возвращается рекурсивному кэширующему серверу, от которого, соответственно, пришел запрос из интернета. Вот это вкратце. PowerDNS умеет из коробки импортировать конфигурацию бинда. Собственно, зачем это сделано? Потому что все знают, как интегулировать бинд, и чтобы можно было легко синеврироваться на PowerDNS, они запилили специальный пакет. Он понимает большинство, ну ладно, большинство это слишком громко сказано, наверное, половина опций бинда. В основном все из них связаны с самими зонами. И, как приведено на примере, где лежат зоны, на каком порту, слушаем. на самом деле там немного больше опций умеет, естественно. Говорю сразу, такие фичи бинда, как Vue, он не умеет. Но это обходится, это решается немножечко другим способом по PowerDNS. Вкратце напомню, это когда мы создаем отдельное отображение данных зоны в зависимости от клиента, спросившего эту зону. Собственно, в PowerDNS есть много различных бэкендов, часть из них SQL бэкенды. SQL бэкенды, их несколько. В основном, ну, как бы, используются, написаны готовые модули для самых популярных. SQL, ну, как бы, тут вообще не должно вызывать каких-либо вопросов, это просто база данных в файлике, которая просто работает, то есть не требует никакого особенного обслуживания, но и с производительностью у нее, конечно, так сидит. MySQL, MySQL одна из самых популярных баз данных, да, особенно в консорции, поэтому PowerDNS умеет хранить, точнее, брать данные для зон, для ответов из MySQL. PostgreSQL с ним тоже одна из наиболее популярных в консорции баз данных, сейчас она у нас, причем, достаточно много шума вокруг этой базы данных, да, тут через неделю и пару дней будет High World, и там, наверное, половина докладов это про PostgreSQL, как мы его тюним, ну, как-то есть. А потом еще PostgreSQL, MetaP, MySQL. Потом PostgreSQL, MetaP, MySQL. И вообще события по PostgreSQL в России, по-моему, уже чуть не каждую неделю происходит. Вот. Oracle. Я вживую не встречал, то есть только в списках рассылки о том, что люди используют Oracle в качестве бекенда для PowerDNS, но оно умеет это делать. Наверное, есть какие-то там, какие-то крупные корпорации, я не знаю, где использовать, зачем потребуется, может потребуется использовать Oracle для обслуживания серверов, но почему нет? Это SQL, поэтому написать и реализовать это было для разработчиков достаточно просто. Собственно, в SQL бекенда очень легко можно подключить логику работы SQL бекенда со стороны базы данных, то есть вынести логику обслуживания атлетов прямо в базу данных. Для этого в PowerDNS и соответствующих модулях, бекендах, есть настроечки. Какие запросы использовать для поиска данных в базе? Я привел исключительно только один запрос. Поиск в базе данных записи, ресурсных записи по типу, да, то есть достаточно простой запрос, выглядит как скажи мне, например, какой, не знаю, например, если тип А, да, просто адрес IPv4, наиболее популярный в интернете. То есть, скажи, базу данных скажи мне тайпи адрес для зоны Васи Кубкин только вы. Вот. Так вот, если вы хотите добавить какую-то логику, и вам проще это сделать со стороны базы данных, вы можете это сделать. То есть, в качестве примеров, в качестве запросов можно использовать не вот этот стандартный, а запилить, не знаю, там, бью в базе данных отображения, можно, там, какие-то процедуры дополнительные, которые будут еще производить какую-то логику, уходить в другую базу данных, еще что-нибудь join, в том числе и можно реализовать балансировку по лицам, но со стороны базы данных. Используйте настройки. Далее, наиболее интересные бакенты, потому что там даже несколько, PowerDNs, это кастомные, да, как по-русски сказать, свои собственные. Они реализованы с помощью простого, их несколько, один из них реализован с помощью простого PowerDNs просто запускает некий процесс, который слушает мастерение и, соответственно, запросы. И ответы выдает мастералу. У него есть легенький протокольчик, что когда процесс запускается, он должен сказать Hello, что я запустился. И попросить, какую версию вот этого пайп протокола, он будет использован. Ремоутбэкенд. Это мы подключаемся к отдельному процессу, или не только процессу. К процессу мы можем подключиться либо через ZRMQ, такой, как сказать, сокет на стероидах, наверное, да. Достаточно производительно, но требует подключения со стороны бакенда. Бакен должен уметь общаться через ZRMQ. Там есть несколько подводных камней, которые сплали с спиской рассылки, но они в данный момент в последнем релизе уже окончательно все это побороли. И это можно смело использовать. Это будет быстро, хорошо. Это будет немножечко даже быстрее, чем в пайпбеке. Соответственно, забыл сказать, каждый из этих бакендов PowerDNS, у него есть настройка сколько бакендов используем. Точнее, сколько процессов бакендов используем. То есть, он может запустить в случае с пайпом, не знаю, 6, в зависимости от ваших потребностей производительности и нагрузки, 6 или, не знаю, 2, 1. Сколько вы пожелаете процессов, которые будут обслуживать эти запросы. Работать они будут, естественно, параллельно. И в случае, если вы пишете вот эти вот кастомные бакенды, если они вдруг используют какой-то один компонент ниже лежащий, там еще какую-то базу данных, то этому распоролению можете все равно перейти еще ниже лежащий уровень хранения. Еще в качестве ремонта бакенда PowerDNS умеет HTTP. Соответственно, мы указываем ему, что вот на этом косте по такому-то урлу и там есть определенная спецификация, как делать эти запросы, но он будет делать HTTP-запросы до указанной серы и получать данные оттуда. Наверное, для разработчиков на, не знаю, просто веб-разработчиков, которые там пишут PHP или там еще все время занимаются какими-то рестами, API-ами, это будет намного проще написать, нежели реализовывать общение через R&Q. Но в этом случае производительность будет, естественно, меньше, нежели у визерованных или у Pipe. Потому что на каждый запрос оно будет бегать через TCP, нужно будет делать несколько запросов, пакетов будет между прямым уикендом и непосредственно вашим уикендом кастомом. Запросов будет больше, пакетов нужно будет прислать больше и производительность парляет. Еще можно написать кастомную логику на ловов. Достаточно удобно, но в том случае, если вам нужно реализовать немного. Если у вас очень кастомный пакент, очень какая-то хитрая логика для формирования ответов балансировка или еще что-нибудь, то, наверное, стоит все-таки обратить внимание на подсоединение через те рынки. Но на ловов написать тоже можно. И достаточно удобно. И достаточно производительный. Работа с ресурсными записи. Когда вам нужно добавить какие-то а записи, текстэ записи в зону, то можем это сделать, поправив файловую зону, если вы используете бимбокент, то есть классический файл зоны, зашли, поправили, поменяли айпишник, добавили вручную, исправили со-запись, чтобы все знали, что зона изменилась, поправили, может быть, там, время негативного кэширования и так далее. Следующий вариант, который появился достаточно недавно, это еще теперь REST API. Сейчас уже из коробки. Чем оно удобно? Удобно тем, что любой программист, наверное, да, там, взять даже фронтенд разработчика, который пишет на JavaScript, он может реализовать панель управления, простенькую, конечно, без какой-то дополнительной хитрой логики, но для изменения зона, например, внутри компании, ну, это можно реализовать, я не знаю, за полдня, наверное, на JavaScript написать по ORDMS. И в случае использования HTP REST API в качестве бэкенда по ORDMS может использоваться и SQL бэкенды, и BIN бэкенды, и, может быть, даже ремонт бэкенды, если в них реализована соответствующая логика добавление, удаление зоны и записи, обновление записей. Соответственно, SQL мы лезем прямо в базу данных, правим руками, добавляем записи в таблички, и оно работает. NSUpdate в соответствии SRC 2136, по-моему, наверное, уже, да в любом дистрибуке есть интеллиг, можно поставить интеллиг и с помощью нее подключиться к DNS серверу, если DNS сервер позволяет это сделать, и исправить прямо, обновить зону прямо из консоли. в зависимости от сервера можно использовать аутентификацию, а можно ее не использовать. В приведенном примере мы используем аутентификацию PCC, но это, как это работает, это тема в отдельной лекции, наверное. В случае использования у нас апдейта со-запись меняется автоматически после добавления или обновления записи. Но можно удалять, добавлять, в общем, делать с DNS все, что DNS умеет. Для того, чтобы обеспечить отказоустойчивость решениям на PowerDNS нам нужно поднять на минимум больше одной ноды, побольше авторитетных серверов. И зону между ними нужно как-то реплицировать. Реплицировать можно несколькими способами. Классическим методом это XPR-запросы при передаче передается полная зона AXPR 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 И инкрементальная передача. То есть зона обновилась на мастере и мы передали только разницу измененную на на запасной DNS сервер. При передаче точно так же можно использовать подпись, авторизацию с помощью PC. Репликацию можно делать так же на уровне бэкэнда. Это когда в случае со SQL бэкэндом мы реплицируем например на уровне базы данных. Как например делаю я в ОСБУСе. То есть в случае с репликацией через DNS там есть определенный набор граблей которые мешают жить. Тема этих граблей тоже отдельная лекция поэтому я не буду о них сейчас рассказывать. Для меня наиболее удобным способом является репликация зон и данных через базу данных. Да забыл еще. Еще можно реплицировать зону просто копируя файлы с зонами реплицировать зоны копируя файлы сервер на сервер. Но потом нужно будет зайти на сервер сказать перечитая зоны с файлом и так далее. Скажем так не очень удобно. Фантазия разработчика можно использовать любую фантазию разработчика для репликации если вы используете то есть неизвестно как данные хранится может быть это вообще будет какая-нибудь ритминдп и что там еще популярное по заданным. NoSQL, Mongo разработчик будет реализовывать репликацию между серверами и авторитетами на свое смотрение. Но лучше разработчику ему позволять делать. Потому что потом разгребать придется. PowerDNS умеет DNSSEC причем умеет DNSSEC как на мой взгляд лучше и удобнее чем вообще все остальные имеющиеся сейчас на рынке авторитетных данных серверах. Подписать зону про DNSSEC кто-нибудь слышал? А то что-то так активно начал. Кто-нибудь использует DNSSEC? Понятно. Лес рук. Да. Но DNS люди много о нем говорят поэтому я не мог пойти сломал. Потому что это требуется просто так его DNSSEC не включишь потому что можно сломать очень много то есть нужно слишком много всего проверить чтобы его включить. из Alexa топ 500 по-моему к DNSSEC подписано одна или две зоны. Это в тестовом режиме отдельные какие-то там автомички. В общем пока оно не очень не очень не активно используется но мы стараемся. Google один из немногих публичных рекурсивных решивающих серверов сервисов которые включили у себя со своей стороны проверку DNSSEC и у них в рассылке каждый день каждый день один или два сообщения мой домен не работает что делать везде работает кроме вас в большинстве в большинстве случаев там как бы ответ такой слушай чувак сходи к своему регистратору и отключи DNSSEC либо настрой его правильно на своем сервере люди в большинстве случаев даже не знают что у них там что-то включено не включено вот это как раз и представляло то что сейчас в современном мире практически никто DNSSEC не поистит у себя все на откуп вам в частности да приходите пользуйтесь это ваш как лица ну смотрите ну у нас он хороший у нас он уникальный мы у себя не хуже мы едем мы садим так мониторинги метрики всех их нужно естественно авторитетные серверы мониторить у него есть по поводу DNS из коробки утилитка по DNS контрол которая может все что у него припроисходит все свои метрики сколько к нему пришло запросов IPv6 IPv4 сколько записей в кэше и там достаточно внушительный список параметров вот все это можно отправлять в записи и и не мониторить там если что-то где-то не считается где-то что-то превратилось в какие-то значения стали нулями то кричим шумим и говорим что а можно не в запись отправлять куда угодно потому что следующий пункт это как раз возможность power DNS прямо из коробки ему просто указываешь графит ну как он карбон графит карбон систему сбора метрик вот и он отправляет прямо в график используя карбон протокол это может быть и не график естественно использовать карбон протокол отправлять все свои метрики сам указан раз в 30 секунд раз в минуту как покажете в моем случае я все это складываю в инфлюкстепи потому что а куда еще если не в инфлюкстепи графит если графит у вас сразу при нормальном количестве метрик если нет он смотря но виспер реально не предназначен для хранения тут все зависит от того как вы его приготовили да не зависит ну потому что можно использовать несколько но это тема отдельного разговора правда как готовить графит мы умеем просто готовить графит мы даже с циолитом и поэтому перешли на инфлюкст да у него графит есть этот самый приемщик все нормально карбон да причем можно очень хорошо его настроить так да на этом я пожалуй закончу если у вас есть какие-то вопросы то задавайте я постараюсь на них ответить он на стенах подробнее можно рассказать потому что я думаю нам потребуется еще часа два ну нет давайте очень-очень-очень сильно сжато вкратце в дн-секе строится цепочка доверия между авторитетными серверами от корня да от корня до авторитетного сервера вашей зоны на авторитетном сервере вашей зоны лежат точнее записи на авторитетном сервере вашей зоны подписаны приватным ключом вашим приватным ключом ну вкратце публичную часть ключа вы отдаете регистратору или вышестоящему серверу который указывает на ваш сервер вот соответственно и так это идет вверх до корня или в каждом рекурсивном гаширующем сервере есть публичные ключи лежат публичные ключи корней да корни подписываются и уж тем более ключи меняются достаточно редко по моему ключи еще ни разу не менялись или недавно буквально поменялись но там достаточно сложные процедуры ну как бы люди которые отвечают за корни и делают что-то с корнями это очень страшно вот можно сломать интернет очень легко хотя сделано много чтобы он сразу не сломал вот соответственно строится цепочка доверия например в зоне ru в зону ru подписано ключами корня да нет ключами корня зона ru подписывает свои записи приватным ключом и а публичный ключ отдает в корень соответственно например пример example.ru делает точно так же подписывает свои записи приватным ключом и публичное дает зону ru то есть и когда спрашиваете зону ru про example.ru она отдаст вам еще если правильно спросить про дэнассек еще то она отдаст публичную часть ключа и за счет вот этого цепочки что мы можем от корня вниз проверить эти все ключи подписи и записи публичные ключами строится цепочка доверия мы можем доверять ответов кредитного сервера что да она подписана эти записи у нас исключительно организации человек который отвечает за эту зону то есть если дэнассек проверяется на рекурсе то заинжектить туда каким-то образом подставную запись не представляется возможным за счет вот это вот подписи цепочки доверия еще придумали и пытаются сейчас вести такую штуку как дэйм это когда публичная часть например http сервера да или почтового сервера лежит прямо в дэнессе прямо внутри и когда мы приходим например к http серверу он говорит слушай у меня тут такой вот такой вот сертификат а мы этот сертификат можем проверить через dns публичный ключ и доверять этому http серверу который уже https в этот момент получается очень интересная вещь что почему идет очень медленное развитие этого дэйма потому что в этом случае тогда нам не нужны недостоверяющие центры которые это было добавлено это печь буквально там не дождавшись релизы но поочередной причине потому что это может разбить просто уничтожить бизнес людей организации это выезжали скрип который да но там придется опять делать какие-то вещи это сходить что-то сделать что-то сделать какое-то запустить да но в данном случае даже не нужен никакой вот не убивают просто какие-то массовые вещи ну там да удостоверяющих центров есть одно преимущество в зависимости от сертификата они проверяют организацию да там для малифы для чтобы не покупать за 3 доллара за 5 долларов сертификат то есть ты не сможешь на нем серьезно сервис повесить а сам обмен не можешь тебе правда не дараться что сам обмен обмен там сам протокол днс там ничего не меняется я имею ввиду в днсеке в днсеке просто добавляются дополнительные типы записи подпись да то есть там ты спрашиваешь там запись скажем атишник а запись для донина . он тебе еще дополнительно говорит выдает подписи которые ты можешь проверить через публичный ключ с вышестоящим то есть там при передаче там нет никаких особенных шифрований все шифрование происходит при подпись получается для того чтобы проверить он должен по цепочке да 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 естественно рекурсов он всегда делает всю эту грязную работу и можешь у него спросить ну как часто ты пользуешься мне кажется что да 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 естественно валидация проходит именно на рекурсере на конечном рекурсере пользователя это пользователь спросил рекурсеры курсер все это дело проверил всех спросил и сказал пользователю это если вы рекурсер доверяете ну естественно ну тут как бы либо никому тогда совсем не доверять ну можно рекурсер поднять у себя на ноутбуке и жить с этим причем есть люди которые так делают почему нет ну правда они говорят что как-то медленно странички открываются ну можно вопрос получается что а она сеть доверия она копирует web of trust в PGP ключах подпись взаимная что-то вроде того? я даже не слышал про это ну там нет взаимных подписей там в одну сторону только в одну сторону ну только в одну сторону проверка только в одну сторону но в том же в том же стиле в том же ключей это все сделано я вот раз не совсем я что-то читал слушал про это но не совсем еще вопросы кто-то еще раз по процедуру самого общего внесения доменов наносит и вынесение взаимодействие с регистратором сделать не можешь да никак и много у нас еще регистраторов поддерживают в России допустим подписи потому что у них на селях тоже должна быть поддержка то есть большинство уже включена после того как подписали саму зону ру да сделали ключики для нее у них ру центр да у них точно есть r01 точно есть я правда не знаю как там включить ру центр по моему у них у всех есть да то есть при желании легко спокойно у нас спрашивают и эту поддержку сейчас делаю там там как бы да поскольку у нас и не каст да и еще здесь желание еще много каких-то пичи сделать и даже они сделаны но дальность сет плохо с некоторыми пичами друг например почему-то и насек не очень активно развивается там есть проблема с вот этой цепочке доверить все продать просиделы слышали наверняка там очень много редиректор на уровне синей записи и доменов которые генерируются прямо в момент запроса ну то есть ты пришел спросил у меня синей запись она там посмотрела откуда ты пришел да где-то в этом географическое положение сгенерировала запись и отдала тебе вот в этом случае чтобы она на лету все генерировалось тебе нужно включая с подписи да тебе нужно на этих нотах держать сами ключи ну то есть мне кажется будет не очень красиво если я возьму ключи клиента для записи я распространил по десяти географически распределённую норму ну как бы некрасиво мне кажется с точки зрения безопасности банан и при этих редиректах цепочка доверия тоже может потеряться в случае если запись генерируется на лету да подпись то там есть да небольшие накладные расходы но не сказать чтобы прямо очень больших то есть эти можно спокойно жить и волноваться единственное время ответов немножечко увеличится то есть там какие-то там может дойти до нее секунды скажем можно генерировать подписи и потом уже распространять но то есть так тоже можно поступать при этом ответ будет намного быстрее нам не нужно ничего подписывать на лету но но в случае репликации это может немножко повлиять ну то есть есть сложности при репликации если нет никакого не каста какой-то сложной архитектуры то и так кстати часто делают дело ставит поводу днс в качестве так называемого скрытого мастера к которому никто из конечных клиентов ну там рекурсов не обращается и реплицировать на уровне днс протокола уже подписанные записи на днс сервера которые уже слушают конечно ну грубо говоря да ну там кэш-кэшем погонять так я не понял причем пара днс почему так не знаю нсд а работать особенно не очень удобно с ним когда у тебя ну очень много изменений происходит да и часто то есть тебе нужно там файлик подправить сгенерировать файлик например да в нашем случае мы используем PowerDNS а PostgreSQL да в качестве букенда работать с SQL для редактирования данных записи чертовски удобно тот же бинт умеет работать с SQL да вы пробовали это прикрутить я не пробовал вот домашнее задание доложите через неделю не столько у вас домен хватает ну хватает мне тоже хватает мне интересно так сказать тысяч шестьдесят есть я вот на данный момент у меня тысяч пятьдесят наверное тысяч пятьдесят ну где-то да может стоя нет до пятидесяти должен сказать у нас нет а вы когда дойдет обращайтесь да хотя проблема это не кастер на самом деле а проблема у нас тут нет а в чем какая проблема после мы просто сделали его не у нас у нас нет проблем мы сделали его не кастер мы вот в этом наша фишка мы просто о нем никак не говорим у нас есть ну пока мы не выкатим определенные хорошие вкусные фичи да не особо об этом рассказывают то есть у нас даже услуги которые не значатся в панете есть услуг нет еще вопросы? ну так и на этом все да а сегодня